Открытие магазина с белорусской обувью для Костромы события. Не потому что дефицит, выбор есть. Но только сделанное в Беларуси местные жители считают априори качественным и доступным. И когда магазин белорусского белья участвует в Костромском конкурсе «Битва гардеробов», желающих попасть в торговый центр больше, чем на концерты эстрадных звезд. Впрочем, у городских и областных властей еда и одежда далеко не главная забота. Под руководством нового губернатора регион уже пять лет перевыполняет план по строительству жилья. Но от новостроек пока катастрофически отстают дороги. Костромские ямы и ухабы давно стали притчей в языцах и в тысячах видеороликов в интернете. Поэтому не случайно руководитель региона Сергей Ситников первым пунктом знакомства с Беларусью выбрал компанию «Амкадор». В последнее время интерес очень большой представляет техника для дорожного хозяйства. Дорожники стали подниматься у нас, объемы выросли в значительной степени, требуется техника. И есть четкое понимание, что в нынешних условиях надо уходить от закупок в европейских странах, в Китае. Потому что коллеги в Беларуси делают технику не хуже. Эксплуатационно пригодная, удобная достаточно. Требуется сельхозтехника, дорожная техника, техника в лесной отрасли. У «Амкадора» заводы по всей Беларуси, контракты с 32 странами, 11 из них африканские. Эту технику любят и ценят даже в самых экзотических уголках планеты. По популярности белорусский бренд на российском рынке уступит разве что тракторам «Беларусь». Амбициозная задача предприятия, широкое присутствие в каждом регионе России. И Костромская область раньше была белым пятном на карте. Но теперь договорились о создании дилерского центра по продаже и сервисному обслуживанию. Партнеры готовы пойти дальше и открыть сборочное производство. Перспективы сотрудничества в целом обсуждали уже во Дворце Независимости. От Минска до Костромы чуть более тысячи километров. По меркам российских масштабов почти рядом. Тем не менее, основные товары, которые Беларусь продает в эту область, значительно отличаются от традиционных поставок в другие регионы Федерации. Первая строчка экспорта занимает не машиностроение или продукты питания, а полиэфиры, эпоксидные смолы и трубы из черных металлов. А значит, потенциал для роста товарооборота огромный. Главное, чтобы региональные связи оставались тем самым связующим звеном, которое сдерживает страны от скоропалительных решений в минуты недопонимания. Главы российских регионов в Минске частые гости. Александр Лукашенко не раз называл такую форму сотрудничества самой близкой к народу. Это мотор и экономики, и кооперации, и, разумеется, дружеских связей. Так уж случилось, что нынешний приезд пришелся не на самые лучшие времена в двусторонних отношениях. И это весомая причина объединить усилия. Прямые партнерские связи с регионами России становятся все более значимым фактором укрепления двустороннего экономического сотрудничества наших стран. Ну а без экономики ни туда, ни сюда, потому что это основа любых отношений. Это вот ответ многим тем, кто сегодня начинает считать наши отношения по бухгалтерии. И меня упрекают в том, что я ищу интерес. Но если нет интереса, наверное, и вы бы сюда не приехали. Да, мы всегда были бы друзьями, братьями и прочее. Но чтобы иметь навсегда братские отношения, основа должна быть. Это экономика. И слава богу, что у нас она очень зависима друг от друга. Часто говорят, чтобы вы знали, вот я вам сейчас скажу, даже вы, Сергей Константинович, этого не знаете. Говорят, ну а что там Лукашенко белорусский трактор, БелАЗ белорусский продает. Если в суть посмотреть, это не белорусский. Это белорусско-российский. Потому что в МТЗ почти 65% российских, комплектующих, металл и прочее. Мы были финишным производством, мы им остались. Когда мы выбирали, когда я стал президентом, передо мной был выбор, что делать. Или глубоко интегрироваться. Тогда Запад нас принимал в обнимку. Клинтон прилетал накануне сюда и так далее. Или сохранить народно-хозяйственный комплекс вместе с Россией. Я выбрал второе. Весь ответ, куда Лукашенко повернула или поворачивает. На Запад или на Восток. Костромская область давно является перспективным и очень надежным партнером нашей страны. В прежние времена объемы нашей взаимной торговли превышали рубеж 100 миллионов долларов. Не с каждой крупной страной у нас такой товарооборот сегодня. Но за последние два года объемы товарооборот значительно сократились. Вот что меня очень волнует. И встает вопрос, если уж не прятать и не делать вид, не надувать щеки. Ну зачем мы создавали единое экономическое пространство не только в нашем союзном государстве, но и еврозайсовском. Ну зачем? Так у нас в прошлом году мы грохнулись процентов на 40 и в этом году на 20. Всего на 60. За два года. Вот создали интеграцию. Меня это волнует. Я об этом говорю. Это вызывает какое-то непонимание или отторжение в Москве и в Минске у некоторых и так далее. Но об этом надо говорить. И надо эти узкие места находить и как-то склеивать наши отношения. Но вместо того, чтобы выходить из кризиса, взявшись за руки, Москва бьет по союзной экономике. Цены на газ завышены. Поставки нефти сокращаются. Принято решение установить пограничную зону с Белоруссией. Создаются искусственные преграды для экспорта продуктов. И вот очередной надуманный запрет. С понедельника в России нельзя продавать говядину, переработанную или даже просто упакованную в Минской области. Россельхознадзор говорит, мол, реэкспорт. Белорусские производители это решение называют абсолютно неадекватным. Вот вы нам положите на стол факты. Вот говядина, поймали ногу от коровы, от быка, она плохая. Положите нам на стол эти факты, и мы немедленно будем перед вами оправдываться, искать причину и так далее. Мы до сих пор не понимаем. Закрыли и закрыли. А Минская область – это же полстраны. Проверьте. Цивилизованно. Вот к нам приехали китайцы. Я Си Цзиньпину говорю, слушай Си, ну мы же друзья, партнеры. Почему мы не можем поставлять на этот колоссальный рынок говядину и молочные продукты? Ну почему? Почему нас вовремя Россия пинает, дайте нам альтернативу? Он говорит, первый раз слышу. Через Китай. Через два месяца нам открыли рынок по говядине. Они приехали, не как братья, как партнеры. Они посмотрели наше предприятие. Но проблема. Нет никаких вопросов. У нас, говорят, таких предприятий нет. Поставляйте с любого предприятия молочку говядину. Почему вдруг в России мясо по пирог горно стало? Я никак не могу этого понять. Александр Юрьевич, я честно, мы услышали, поговорю лично, вам обещают доложить. Там, не помню я что, в Сминской области, но по-моему там кооперация что-то там, мелочь какая-то нарушение. А что закрыли, я не знаю. Ну мелочь, ну даже если мелочь, давайте этому кооператору... Я сказал, надо разбираться. Голубу отвернем кооператору, если он мясо на прямую поставил. Да, вот... Что запрещено. Конечно, мы не погибнем. Мы абсолютно не погибнем. Сегодня мир глобализирован. Да, будет сложно потерять российский рынок, там еще чего-то. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверд захочет, не получится. Но тем не менее, зачем это, мне непонятно. Вот мне кажется, что вы просто меня толкаете на ответные какие-то действия, типа того, что начинаю проверять на границе, как это делаете вы. Я вчера ехал через границу. Я где-то за Смоленском подзаснул, проснулся на территории Беларуси. Где проверка документов? Говорит, ничего нет. Мы ничего не проверяем. Костромской губернатор выразил уверенность, что общий фундамент, в том числе и экономических отношений, заложило общую историю и родственные связи между народами. Сегодня куда они приедут в Костромскую деревню, да? Значит, восьмидесятку МТЗшную. Вот увидишь, где угодно. Одно из преимуществ, великих преимуществ, это значит о том, что мы ментально, технологически всегда были очень близки. Я сегодня вижу предпринимателей, которые, костромских предпринимателей, которые сегодня покупают немецкий комбайн, покупают немецкий трактор, платят огромные деньги за все за это. Но я говорю, не приведи господи, сломается чего? С ума сойдешь и монтироваться. Решено создать в Костроме единый сервисный центр для обслуживания белорусской техники. Минц готов на любые проекты в этом регионе. Вы знаете наши возможности. И знаете, что если мы уже на Сахалин поехали, исходя из личных отношений, чтобы создать пилотный проект, огромный проект по развитию сельского хозяйства, и я пообещал губернатору, с которым добрые отношения, с Амурской области, что Сахалин обеспечит себя сам. Сто процентов будет продавать сельхозпродукцию. Они не поверят, сейчас верят. Мы заканчиваем там этот проект, создаем огромное сельскохозяйственное предприятие по типу белорусского, агрогородок, где люди будут жить, техникой обеспечиваем, фермы, скот туда везем свой. Уже часть отвезли для того, чтобы показать, губернатор должен показать, как должно развиваться сельское хозяйство. Все в оборот. Ученые поехали, землю исследовали, почву и так далее, и так далее. Ну так что мы с Костромской областью не сможем? Не дать разрушить то, что создавалось десятилетиями. Если Сергей Ситников в Беларуси впервые, то российский посол в региональной связи уже внес значительный вклад. Спасибо вам за то, что вы спасли этот союз. Если бы не было вот этого межрегионального сотрудничества и сотрудничества регионов с Беларусью, мы бы никогда не имели этих отношений. Но это говорят эмоции Лукашенко. Ну кому-то это эмоции, братские отношения. Я как человек советский, выросший в Советском Союзе, я считаю, что это не эмоции. Это великое дело. А как бы мы ни говорили, о братстве, дружбе и прочее, люди хотят кушать каждый день. Люди хотят каждый день какую-то копейку иметь в кармане и так далее и тому подобное. Нам надо устанавливать вот по линии народной демократии теснейшее отношение, чтобы никому из начальников наверху, ни здесь, ни там, никогда не было повадно разорвать эти отношения. Мы были вместе и будем. Только не хотелось бы их усложнять и проходить какой-то период непонимания, что у России с Украиной будут такие всегда отношения. Да нет. Пройдет время, мы вон с Германией такую войну перенесли. Ну так получилось с Украиной, ну зачем с Белоруссией усложнять отношения? Пригодится воды напиться. Наша с вами поговорка. Главным итогом переговоров в правительстве стала дорожная карта сотрудничества на три года. Костромская область заинтересована в расширении поставок белорусских комбайнов, дорожной техники, лифтов, строительстве под ключ молочно-товарных ферм. Российский регион готов выделять земельные участки белорусским инвесторам, в том числе под совместные проекты. До губернаторского кресла Сергей Ситников руководил областным телевидением. Поэтому во время визита от него прозвучало еще одно интересное предложение. Транслировать белорусские программы в Костромском регионе. Может быть так белорусов услышат простые россияне. Дмитрий Семченко, Александр Камович, Алексей Кряквин, ОНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова